МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта загадочная история произошла в Москве более четверти века назад. В редакцию популярной телевизионной передачи и очевидное невероятное поступил сигнал о некоем паранормальном явлении. Что-то непонятное серьезно беспокоило обитателей одного из московских общежитий. По всем признакам, которые описал источник информации, это нечто напоминало полтергейст. Само слово полтергейст имеет немецкое происхождение и означает шумящий дух. Но тогда, в 80-х годах 20-го столетия, у нас в стране данное понятие было известно только к узкому кругу специалистов. Взяться за расследование странного происшествия в общежитии поручили журналисту и телережиссеру Алексею Горовацкому. Три месяца вместе со съемочной группой и коллегами-газетчиками он пытался понять, что же на самом деле там происходит. Однажды, вернувшись со съемок и анализируя результаты очередной попытки разгадать тайну непонятного явления, Горовацкий решил его хоть как-то назвать. Телережиссер стал исходить из того, что это явление барабанят. Значит что? Барабанщик? Или по-другому барабашка? Так и появилось слово барабашка. На следующий день журналисты вновь приехали в общежитие и спросили стучащее существо, нравится ли ему такое имя. Существо с удовольствием ответило «да». В этой истории очень важна точная хронология. Все началось 10 сентября 1987 года. Было около 8.30 вечера, и постояльцы ведомственного четырехэтажного общежития в Лихоборах уже давно отдыхали после трудовой смены. В этот момент в дверь одной из комнат на первом этаже кто-то постучал. В самой комнате жили три девушки, которые недавно приехали в Москву и устроились работать на стройке. Таня из Краснодара, Флюза из Челябинской области и Феруза из Узбекистана. Услышав стук, девушки открыли дверь, но за ней никого не было. Они прошли в коридор, затем на лестничную клетку, обследовали все вокруг, но опять же никого. На кухне засветил чайник, хотя он был выключен. Через некоторое время стук повторился. Дверь комнаты начала беспричинно открываться и закрываться. Вызванный на помощь сосед Юра взял полотенце, скрутил его в жгут, приложил к косяку и все плотно закрыл. Но не тут-то было. Дверь буквально разбушевалась, как будто в нее начал ломиться безумный маньяк. Пока, наконец, перепуганные девушки не догадались спросить, «Ты кто? Дух?» В ответ раздался стук. И так начался диалог. Девушки договорились с этим духом. Один удар означает «да», два удара «нет». И так все это дело пошло. Поскольку в советские годы о таком явлении, как полтергейст, в официальных источниках не упоминалось, девушки, тем более провинциалки, ни о чем подобном не слышали. Поэтому неведение происходящего освободило их от неудержимого страха перед сверхъестественным и необъяснимым. Девушки просто приняли происходящее как данность. То есть в комнате, которую снимали они втроем, поселился кто-то четвертый. А тот факт, что этот четвертый невидимый и непонятный, ничуть их не смутил. На самом деле полтергейст многообразен и живуч, и весьма популярен как среди самых простых людей, так и высшего какого-то света. То есть о нем говорят все, говорят с таким почитанием, уважением даже иногда, и все меньше с презрением. Трудно сказать, с уважением или нет, отнеслись поначалу девушки к непонятному явлению, попытавшемуся нарушить покой постояльцев общежития. Но диалог был налажен. Известно, что неведомое существо реагировало на вопросы обитателей комнаты вполне разумно. При этом удалось даже кое-что узнать и о самом духе, естественно основываясь только на ответах «Да, один стук» и «Нет, два стука». Оказалось, что существо не взрослое. Оно должно было жить в каком-то параллельном мире, но как бы выпало оттуда, заблудилось и не знает, как вернуться обратно. Позже слухи о том, что в общежитии живет что-то сверхъестественное, дошли до прораба стройки, где трудились Таня, Флюза и Фируза. Сначала этот человек назвал происходящее бредом, но посмотреть на чудо все-таки приехал. Вошел прораб в комнату как раз в тот момент, когда сеанс общения с неведомым существом был в полном разгаре. Кто-то пытался выяснить, пусть скажет, женюсь ли я в этом году или нет, ну и тому подобные вещи. Кстати, прораб, когда беседовал с этим духом, задавал вопросы, на которые знал ответ только он. Например, сколько комнат в квартире, где живет моя мама? Три. Сколько человек я отправил сегодня на улицу Зои Космодивьянской? Два. Это количество ударов. Ну, тут уже прорабу оставалось только развести руками и звонить в телепередачу. Съемочная группа очевидного невероятного прибыла молниеносно, после чего Тане, Флюзе и Ферузе о личной жизни пришлось напрочь забыть. По всему периметру комнаты операторы установили телевизионное оборудование, которое фиксировало перемещение предметов, а также условный разговор с таинственным существом, поддерживаемый при помощи стука. Кстати, тогда же и появилось прозвище этого феномена – барабашка. Правда, самого героя загадочного переполуха в общежитии обычной камерой снять так и не удалось. Но когда установили специальный телевизионный аппарат, работающий в диапазоне ночного видения, он запечатлел на пленку контур некоего существа, напоминавшего человека, ростом около метра с небольшим. Кто-то даже сравнил его с демоном. Главный вопрос – кто вызывает этих демонов? Ну, во-первых, известно, кто их вызывает. Их вызывают спириты, их вызывают колдуны, их вызывают шаманы во время камланий. Но проблема в том, что иногда они приходят безо всяких вызовов. По этому поводу исследователи говорят, что поскольку это бесовские проделки, а где грех, там и бес. Чуть позже выясняются любопытные подробности биографии одной из квартиранток общежития Фирузы. Оказывается, у себя в Узбекистане она с подружками занималась спиритизмом. Гадала, общалась с призраками, интересовалась будущим, получала ответы. Естественно, Фируза не знала и не могла знать, что вызов духов во время спиритических сеансов может спровоцировать полтергейст. Впрочем, и что такое полтергейст она тоже не знала. К тому же, незадолго до 10 сентября 1987 года, когда все это в общежитии началось, в гости к Фирузе приехала Галя. Землячка из Коканда, с которой они вместе когда-то занимались спиритизмом. Могли ли они возобновить свои старые опыты? Ну, например, чтобы попытаться прояснить, будущее Фирузы. Некоторые утверждали, что девушка была сильно недовольна своей судьбой, считала себя несчастной, никем не понятой и уповала на помощь потустороннего мира. А кто ищет встречи с нечистой силой, тот рано или поздно с ней встретится. Ну, чем объяснить выбор барабашки именно вот этих девушек? Когда Евсея Меллицев, исследователь паранормальных явлений, беседовал с помощью рамок с этим барабашкой, то один из вопросов звучал так. Почему ты их выбрал? Они добрые? Да, один удар в ответ. Но принимать за чистую монету все вот эти вот ответы тоже, наверное, не стоит. С тех событий минуло немногим более 25 лет. К сожалению, дальнейшие детали этой истории практически неизвестны. Была только информация, что девушек решили переселить в другое место. Вместе с ними, похоже, переселился и барабашка. Во всяком случае, постояльцев в Лихоборском общежитии больше никто не беспокоил. В итоге эта история вошла в сюжеты телевизионных передач, многих газетных и журнальных статей и очерков. Но загадка стуков осталась все такой же загадкой. Даже несмотря на то, что с явлениями полтергейста люди встречаются уже сотни лет. Мировой, так сказать, научный, как мысль, полтергейст в 17 веке отмечался и исследовался. Ну, в силу, так сказать, тех научных постулатов, которые были, и религиозных постулатов, которые были присущи тому времени. Исследователи, изучающие полтергейст, собрали немало историй, часть которых можно назвать шокирующими. Но самая первая, официально задокументированная, произошла 16 сентября 1612 года во Франции. В этот день бургундский священник Франсуа Перро, вернувшись со службы, нашел свою жену и ее горничную в полном смятении. В доме творились странные вещи. Сначала супруга священника заметила, как некто невидимый дергает полок ее кровати. Из других комнат доносился громкий шум, а в кухне кто-то хлопал дверцами шкафов и швырял посуду. Перро сообщил о случившемся церковному начальству. Те пришли к священнику домой, чтобы удостовериться, действительно ли там происходят удивительные вещи. Непонятное бесплотное существо завело с присутствующими длинный разговор, сыпало шутками и приводило подробности семейной жизни священника, известные лишь домочадцам. Потом разбушевавшийся призрак запел непристойные песни. Однако через три месяца странные явления прекратились. То, что мы называем полтергейст, это как раз и есть демонизм. То есть все, что христианская, католическая и православная церкви придумывали по поводу демонизма и прочих оккультных неуправляемых сил в основе всего вот этого, вот этих все фактуры, лежат проявления именно полтергейста. Интересно, что некоторые специалисты по изучению паранормальных явлений отмечают связь между полтергейстом с кем-то из малолетних членов семьи, чаще всего подростками мужского пола. В качестве аргумента такой связи исследователи указывают на один любопытный факт. Когда ребенок отсутствует или спит, барабашка ничем себя не проявляет. Когда даже бодрствует, в доме происходит кавардак. Более того, если ребенок гостит в другом доме, там тоже начинает происходить переполох, возгорание, падение и передвижение предметов. Описан случай, когда стоило мальчику появиться у соседей, как тут же сам собой переворачивался стол. Сам же ребенок, как утверждают эксперты, в этом вовсе не виноват. Действительно, так по статистике получается, что полторгейство возникает в 80% случаев в семье, где присутствуют подростки, мальчики, в период плавого созревания. Ну, немножко по-разному, так сказать, тут годы колеблется, все. И такая некая неудовлетворенная энергия, которая накапливается в молодом организме, плюс еще недостаточно, так сказать, развиторий, мыслительный аппарат, скажем, образный аппарат приводит к тому, а если еще у этого подростка есть некая обида, ну, там, на членов семьи, на кого-то, из окружающих, на друзей, начинают происходить вот такие вот вещи. Наиболее серьезную опасность для человека представляют так называемые злые полторгейсты. Одно из проявлений такого явления это спонтанное самовозгорание предметов. Иногда горят совершенно негорючие материалы, даже асбестово изолятора. Нередок и автомобильный полторгейст. Многие водители сталкиваются с такой ситуацией, когда при полной исправности мотора в машине что-то постоянно и методично стучит. Сидящие за рулем люди, как правило, не обращают ни малейшего внимания на постороннее постукивание. И зря. Этот перманентный шум обаюкивает, и водитель может впасть в гипнотическое состояние, похожее на сильное переутомление. Аварий же в таком состоянии не редкость. Не менее опасны и так называемые стреляющие духи. Особенно, если это, образно говоря, стрельба, причем чаще всего мелкими металлическими предметами, происходит в замкнутом помещении. появляются простреленные кастрюли, как из калиберной винтовки, как на глазах пустеют бутылки с нарозаном, с закрученной пробкой. Вот такие вещи, этот шумный дух, он шалун, так скажем, он, так иногда, активизирует для того, чтобы дать людям понять, что он сильнее, и он везде. Полтергейст, как правило, ассоциируется со спиритическими сеансами и сверхъестественными проявлениями. А так как интерес к оккультным наукам в последнее время весьма высок, нет ничего удивительного в том, что чаще стали наблюдаться случаи полтергейства и всяких других паранормальных явлений. Начитавшись газеты журналов, насмотревшись специфических телепередач, можно подумать, что практически в каждом городе существуют места, где властвует полтергейст. В метро Автозаводское был водяной полтергейст. Потоки воды лились из потолка откуда-то, залили все, что возможно. Когда я пришел в эту квартиру, там пианино, стол, сервант были затянуты полиэтиленом. По поводу другого, я выезжал в Сыктывкар. Значит, в чем там суть дела? Глава семьи Нил Афанасьевич работал вахтовым методом, где-то, по-моему, на газовых приисках, или где-то там. У него дочь, дочь замужем за сержантом милиции. Кроме этого, из жильцов квартиры еще там трех- или четырехмесячная дочка. И вот однажды мама этой дочки заметила, что у нее сама собой воспламенилась шуба в шкафу, причем воспламенилась изнутри. Исследователи утверждают, что в самом феномене Барабашки на самом деле нет ничего нового. Не так давно один известный британский исследователь паранормальных явлений Майкл Госс составил и снабдил комментариями библиографию более тысячи английских изданий о полтергейсте, которые выходили за период времени с 1880 по 1970 годы. А это практически целый век. Ученые отмечают, что полтергейст досаждал человечеству с незапамятных времен, и феномен этот одинаково хорошо уживается в любой среде. Будь то трущобы в бедных азиатских странах или фешенебельные кварталы Лондона и Нью-Йорка. Были даже такие случаи, которые повергали в шок не только парапсихологов, но также криминалистов и сотрудников уголовного розыска. Например, непонятные кражи на улицах, часто это в Нанкине, в Китае, это было просто одновременно у целой толпы пропали там носовые платки и какие-то легкие вещи из кармана. То есть это произошло с 10 тысячами людей за несколько секунд. Вот такие случаи описаны в 1936-1937 годах в Китае. Вот и таких проявлений ну тысячи просто необъяснимых. Весьма интересно отзывается о полтергейсте известный иезуитский монах и богослов Херберт Тарстон, автор книги «Привидения и полтергейст». В этой монографии он приводит описание необъяснимых передвижений по комнате массивной кровати и другой тяжелой мебели, летающих словно птицы в воздухе предметов, внезапного града камней, которые обрушивались просто с неба, в то время как вокруг царила тихая и безмятежная погода. Среди прочих странных явлений автор книги вспоминает, как внезапно резко открывались надежно запертые двери. Из стойников или ящиков пропадали вещи. Домашняя утварь каким-то мистическим образом исчезала и появлялась снова. Сам Тарстен отказывается верить в то, что полтергейст может быть просто галлюцинацией или игрой больного воображения. Тогда что же это? Почему до сих пор нет точного ответа ни у академической науки, ни у эзотериков, ни у богословов? Потому что мы даже наш материальный мир знаем, мягко говоря, не до конца. А здесь речь идет о мире духовном. Что-то известно, какие-то выводы можно сделать из многочисленных фактов, но утверждать однозначно вот, например, такой случай. Дело в том, что есть ученые, которые пытались и пытаются перебросить мостик между наукой и религией. Казалось бы, какие-то могут быть мостики, они движутся параллельными курсами. Некоторые исследователи, пытаясь объяснить природу полтергейста, выдвигают теорию, что данное явление вызывается потоком психической энергии, которая, возможно, исходит от человека, переживающего психологический кризис. Тревога, враждебность, отчаяние или озлобленность могут находить выход в подсознательной психокинетической активности. При этом сила, заставляющая столы скользить по полу, а тарелки летать по комнате остается загадкой, как бы ее не называли. Можно предположить, что человек сталкивается с разными силами, разными типами паранормальных явлений. Но в чем они заключаются, точно сказать сейчас не возьмется никто. И никто не знает, как бороться с ними. Разве что у верующих есть определенный опыт противостояния таким явлениям. те, кто стоят на религиозных позициях, поскольку считают, что это бесовские проделки, они знают, что бес боится молитвы, боится святой воды. Для людей очень полезно исповедь, причастие, покаяние. Советский академик Яков Зельдович в свое время утверждал, что окружающий нас мир, погруженный в океан вакуума насыщен невероятным объемом энергии. А проявления полтергейста это единичные выбросы такой энергии, спровоцированные природными факторами и пойманные теми из нас, кто по неволе получил доступ к энергетической емкости. Возможно, что полтергейст это всплески, доносящиеся из просторов океана квантового вакуума. Как полагают некоторые исследователи, такие малопонятные явления, как шаровая молния и даже НЛО возможно имеют аналогичную полтергейсту природу. То есть у такого явления, как барабашка нет ничего потустороннего.